Слава Господу! Кстати, фамилия моя, мне кажется, очень христианская. Есть змея лов, есть черти лов. Такая шутка. Мой племянник придумал это, молодец. Выкрутился. Вот, теперь я этим пользуюсь. Хорошо. Слава Господу за возможность вообще делиться словом, делиться переживаниями. И спасибо тебе, пастор Павел, что ты дал эту возможность, создаешь эту площадку. Это, мне кажется, для нас, для пасторов огромнейший рост, потому что мы чуть-чуть закапываемся в своих церквях. Ну и определенный вызов. Слава Господу! Аллилуйя! Я помолюсь немножко. Надеюсь, вы меня тоже поддержите. Слава тебе, Отец! Благодарю тебя за это место, за возможность, которую ты даешь нашей жизни. Я верю, что ты эти возможности готовишь и открываешь в жизни каждого человека. Я молюсь сейчас за то, чтобы мы, придя сюда, Господь мой, были открыты. Чтобы наше сердце, оно было готово к засеву твоим семеням. Я искренне жажду, чтобы Дух Святой сегодня коснулся нашего сердца и что-то сделал, что-то поменял, что-то утвердил, что-то изменил во имя Иисуса Христа. Говори моими устами, Дух Святой, ничего не хочу человеческого. Хочу, чтобы ты, Дух Святой, тек просто и касался сердец. Аминь. Аллилуйя! Можно, да, пить воду? Спасибо. Не очень удобно сейчас. И стакан удобней. Ладно, Аллилуйя! Я сегодня хочу поговорить о вере в Его любовь. Мы очень много говорим о том, что тебе нужно возлюбить Бога, тебе нужно Его понять, узнать всем сердцем, разумением и так далее. Ну, конечно же, мы много тоже говорим о Его любви. И сегодня я хочу поговорить больше именно о Его любви и провести определенные параллели. И вера в Его любовь. То есть нам нужна вера именно в Его любовь. Давайте откроем с вами местописание 1 Иоанна 4, 10. 1 Иоанна 4, 10. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. Такое интересное слово умилостивление – это слово такого высокого, наверное, полета, которое определяет, что предотвращение Божьего гнева в жизни человека за грех, который происходил, в принципе, и происходит, наверное, по сей день. И почему и зачем вообще как бы пошел Бог на это? Мы же живем в Новом Завете. Мы же знаем с вами, до Нового Завета был другой Завет, старый, в котором были законы, определения, и каждый совершенный грех за собой нес там искупление, и что-то нужно было делать за это. Мы живем в Новом Завете. Для вас, я надеюсь, это не откровение, во Христе Иисусе, по любви, милости и благодати в Господе. Аминь. Итак, почему? Я понимаю так, что Бог видел вообще трудности и проблемы человечества, которые, ну, не вытаскивал, не вывозил вообще этот процесс законов, повелений и так далее. И за каждый грех нужно было приносить жертвы и так далее. И, видя это, у него появилось, ну, это мое размышление, желание, цель, он всегда этого хотел, он хотел, чтобы человек жил счастливо. Ну, так ведь, создав вообще человека, он видел в нем продолжение, да, следующее поколение. Кстати, вот я могу, наверное, с уверенностью сказать, я следующее поколение, потому что я рожден в этой церкви. Я рожден и, то есть, плод церкви и посольства Иисуса. И в тему, не в тему, но так или иначе, я, сейчас же месяц нового поколения, ну, в смысле следующего поколения. И я следующее поколение, все церкви, то есть, пастора, рожденные здесь, они пошли дальше. И мы следующее поколение, мы продолжение, да, церкви, посольства Иисуса. И это здорово. Я думаю, что все вот как бы в тему, да, и проповедуют следующее поколение. И молодежь служит, и это круто и здорово. И вот молодежь со мной тоже приехала, молодежное служение, все здесь. Я очень рад, что вы со мной вместе. Аллилуйя. Слава Господу. Цель – решить проблему, да. Почему? Ну, потому что закон сам по себе не решал проблему греха в жизни человека. Установленный сам по себе закон, он не может освободить нас от желания и тяги к греху и согрешениям в жизни. Но так ведь? Многие из нас до Христа и во Христе мы продолжаем запинаться, падать, делать какие-то вещи, которые определены как грех, как вот, пастор говорит, 10 заповедей. Мы видим, что где-то вот у нас что-то тут ломается. И знания этих 10 заповедей не освобождают нас, не делают нас свободными. И сколько я во Христе нахожусь, ну, как бы, мы же проживаем это, и я думаю, что вас это тоже беспокоит. Вот, вы хотите войти в полную свободу и никогда больше не думать об этих запинающих каких-то грехах, трудностях, проблемах, слов, которые вылетают из твоих уз, гнева, который откуда ни возьмись приходит. Я думаю, что это наш путь. И мой путь, он меня заставляет думать, потому что я не хочу смиряться. Однажды я пришел в тупик с зависимостями, и я понял, что я не могу ничего решить в этом мире. И я начал искать Бога, и слава Господу, что именно откровение и познание, познаешь истину описанную, она сделает тебя свободным. И мы здесь, чтобы ее познавать. Итак, законом мы что делаем? Познаем грех. Мы видим, что это не угодно условно Богу, ему это не нравится. Да, мы поняли, что, я не знаю, ты понял или не понял до сих пор, можешь ли ты вообще возлюбить Бога всем сердцем, своим разумением своим, вот всей внутренностью своей, вот как ты вот ощущаешь, что ты вот именно так возлюбил Бога на сегодняшний день? Ну да, нам хочется сказать, но если мы будем действительно копаться в этом, то по факту оно будет выглядеть иначе, потому что с наших уст бывает слетает, мы этими устами благословляем, этими устами осуждаем, я уж не говорю, проклинаем кого-то и так далее, или какие-то действия. То есть, они говорят о том, что, ну, мы подразумеваем, что возлюбить Бога, это значит вообще быть настолько чистым, свободным, то есть, и возлюбить ближнего. В эти две заповеди Иисус как бы сузил этот процесс. В принципе, если ты в этом находишься, тебе не нужно, тебе нет желания воровать у своего соседа, тебе нет желания бить кого-то, оскорблять кого-то. То есть, ты находишься в этой свободе уже. Аминь. Аллилуйя. Итак, закон требует от нас праведности, да? Ну так ведь? То есть, 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 ну, определенный, то есть, закон он требует. Аллилуйя. Я хочу провести просто вот эти вот параллели, потому что мы, так или иначе, был закон, есть, есть, есть на сегодняшний день Новый Завет, который говорит больше о благодати, о любви Божьей. И это другой путь на самом деле. Итак, во времена законов даже такие великие, как Давид, падали, и закон его осуждал, я вижу, что благодать поднимает и освобождает даже самых худших. То есть, здесь закон осуждает лучших, благодать освобождает и спасает худших. Это параллели. Аминь. Закон не дал ему силу противостоять тому соблазну, который он знал, он понимал, он любил Бога. Мы читаем салмы, песни, мы видим, какой был сильный, могучий, вообще помазанник Давид. Но что-то пошло не так, что-то где-то, да? Закон требует праведности. Благодать же, закон требует праведности одна. Мы должны быть праведны, послушны и так далее. А благодать вкладывает ее в нас. То есть, мы спасены по благодати и оправданы по благодати. То есть, она вкладывает в нас, несмотря, лучший ты, худший. То есть, она не дает определения нам, кто-то лучше проповедует, кто-то хуже, кто-то себя ведет лучше, кто-то больше постится, кто-то молится, может быть, больше. Она вкладывает эту праведность, благодать вкладывает. Я так счастлив, что я живу вообще в век благодати. Вот искренне, вот правда искренне, потому что мне кажется, меня бы, я бы до совершеннолетия не дожил бы в законе. А побили бы камнями там, уничтожили. Слава Господу за милость и благодать. По его милости я стою здесь. По его, вот действительно, пастор сказал сегодня, благодать обновляется. Я говорю, вчера прям обновилась благодать в моей жизни. И каким-то чудом Господь взял меня сюда, привел. Взять неделю назад у меня были такие дурацкие мысли, которые пытались направить меня вообще в другую сторону. Я счастлив, что у меня есть моя материнская церковь, моя церковь, в которой я служу, люди, которые меня окружают. На самом деле мы порой не ценим это, но это так круто. Слава Господу за нас, за вас. Аминь. Давайте себе поаплодируем. Аминь. Из этого становится, что нам понятно, что законом мы познаем грех. Аминь, а не Бога. Вот нужно просто вот понять. Грех мы познали через закон, но Бога мы с вами не познали через закон. Мы познаем, видим, и слава Господу, что мы видим, что эти вещи, они непреодолимы своими силами. Вот это как раз нас приводит к желанию углубиться, вообще вникнуть. Но что же дает жертва Иисуса Христа? Ну в чем же, вот мы говорим очень часто, оно дает спасение, исцеление, финансовое благословение и много-много-много каких-то привилегий. По факту мы смотрим и очень часто разочаровываемся, потому что не видим. Но значит что-то где-то недокручено, где-то значит нет твердого основания в нашей жизни для того, чтобы уже строить дальше и видеть плоды Духа Святого. Не дары даже, а плоды. Что в себе несет плод Духа Святого? Это мир в твоем сердце в первую очередь. Мир, когда тебе подрезают, когда тебя кидают, когда тебя оскорбляют. Ты имеешь мир Духа Святого. Тебе не хочется отомстить. Ты находишься в любви. Это же вот сверхъестественно, друзья. И это возможно. Ты веришь в это, что возможно? Послушайте, я не хочу просто смиряться с тем, что и говорить, ну это наше, вот придется, наверное, до конца жизни злиться там где-то, вот расстраиваться. Правда не хочу, вот искренне не хочу. Во мне это все кипит. Я хочу вот реально войти в эту сферу духовной благодати и находиться в мире Божьем. Любить людей по-настоящему. Не просто потому, что мне от них что-то нужно. Не просто потому, что закон так сказал. Церковь требует. Пастор говорит. Постиг. Поэтому не хочу. Хочу по-настоящему вот пасти, потому что люблю. Служить, потому что познал Божью любовь к себе. Не потому, что хочу доказать его любовь, доказать свою любовь к нему своим служением и что-то получить от него. А поменять местами эти вещи. Я служу, потому что я знаю, что он меня любит. Я знаю, что он меня наполняет. У меня есть чем делиться, потому что он во мне. Не я такой хороший. Не я такой образованный. Не я имею эти идеи. Все это благодаря тому, что однажды он возлюбил каждого из нас. И сделал то, что сделал. Аминь. Первый Иоанна 4,19. Первый Иоанна 4,19. Мы любим, потому что он первый нас полюбил. Ну, это же факт. Послушайте, как ты мог полюбить Господа? Вот ты приходишь в церковь, у тебя там трудности, ты ищешь выход или просто познание. Ты в познании находишься. Нет у тебя никаких трудностей. Везде благословение. Тебе говорят, возлюби Господа всеми себя. Как ты можешь вообще возлюбить? Мы порой себя не можем полюбить. Мы к себе критичны. Больше, чем Бог к нам критичны. Послушайте, услышите меня? Мы к себе более критичны, чем Бог. Бог любит нас безусловной любовью. Он это доказал нам. Аминь. А мы пытаемся что-то из себя выдавить, что-то натянуть. Нам, наша лишь задача вообще вот просто погрузиться в это откровение и понять, Бог любит тебя любого. Вот любого. И Он, в принципе, не дожидаясь твоего выбора, уже сделал свой выбор, чтобы ты был счастлив, чтобы ты спасся от нас, узнав, приняв, исповедовал. Аминь. Тебе лишь просто принять нужно. И меня это просто взрывает. Аллилуйя. Иоанна 3,16. Вы все знаете этот золотой стих. Да? Аминь. Можно открыть. Я верю, что в центр нашего фокуса надо поместить именно откровение о Его любви к нам. Помести это откровение о Его любви к тебе. Вот в центре всего должно быть. Его любовь к тебе. Он ее уже доказал. Тебе, в принципе, нет смысла доказывать Ему что-либо. Он тебя любит. Тебе осознать, принять и идти дальше. Послушайте, мы, как вот, я чуть-чуть перескочил, видать, вот мы, приходя, мы, как мы можем полюбить, да? Ближнего, Бога полюбить, там, я говорю, себя даже не любим. Но как эта любовь начинает в нас проявляться? Каким образом? Когда ты критичным взглядом на себя смотришь, ты понимаешь, что ты недостоин. Кто ты? А Бог так вот проявляет тебя порой. Там где-то финансы какие-то обрушились. Исцеление пришло. Мозги на место встали. Я не знаю, жена какая-то красавица тебя полюбила. За что, непонятно. Никола, не двора там. Да? Не добра. Ну, чудо же! Бог располагает сердца людей к тебе. Бедет тебя. И через это ты чувствуешь, ну, вот честно, меня бы, наверное, не было, если бы я не видел эту любовь от людей более зрелых. От людей более зрелых. Мама моя, например. То есть, я понимал, что я вот негодяй последний, она любит меня. Я бы сам себе пенделя дал, я бы сам себя не принимал в свое время. Многие люди так живут. И только вот видя эту любовь через людей, неоднократно Господь говорит, ну, мы дальше прочитаем с вами, о том, что... Он даже не говорит, что полюбив вас, любите меня. Говорит, любите ближнего. То есть, любовь Божья, которая в тебе, она проявляется тем, что ты любишь ближнего. Бога никто никогда не видел. Ты только видишь его проявление любви через твоего ближнего, который оказывает тебе милость. Аминь. Ну, так же. Бог же не кидает тебе посылку с неба. О, это мое благословение, и ты его любишь, потому что посылки падают. Нет, потому что каким-то чудом он располагает сердце, и в твоей жизни что-то происходит интересное. Аминь. Это вернусь. Да, то есть, в центр его любви. Аминь. Мне нравится вообще Иоанн, апостол, который еще при жизни Христа, я думаю, что он это осознал. И места Писания, которые я взял, они как раз об этом говорят, они подтверждают. Давайте мы пробежимся по ним. Иоанна 21,7. Я не буду сесть, весь, как бы, стих там, буквально первые два. Это ученик, которого любил Иисус. Послушайте, это Джон пишет сам о себе. Он не говорит ученик, который сильно любил Христа. Он не выпячивает свое я. Я думаю, что он, думаю, что он имел, это как раз таки откровение, что он хвалился любовью Христа к себе. Ученик, который, любимый ученик. Он, то есть, другими словами, он понимал, что Иисус его любит. И он своими словами это подтверждал. Иоанна 21,20. Мы открываем, да, здесь. Петр же, обратившись, видит, идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Не который любил Бога, страстный, любящий Бога, помазанник, всегда в постах, всегда в жертве. Ученик, которого любил Иисус. Послушай, ты ученик, которого любит Иисус. Ты тот, кого он возлюбил. Ты тот, ради которого он пошел на крест. Ты плод его любви. Мы все плод его любви, который проявляется через нас с вами в процессе общения. Церковь – это то место, где мы видим, высвобождаем, помогаем, какие-то проекты делаются благодаря только его любви. Не нашим человеческим каким-то желаниям, потому что мы живем все в большинстве своим эгоистичным для себя. Но только его любовь заставляет нас радоваться за других, желать успеха другим, искренне желать. Не просто галочку поставить – я рад за тебя, а по-настоящему. Аллилуйя. Аллилуйя. И для меня Иоанна – это, знаете, как бы олицетворение верующего человека в благодать, который ухватил уже тогда эти вещи. И, знаете, ему довелось стоять с Матерью Иисуса Христа перед крестом. Довелось, он стоял там и получил, можно сказать, последнее поручение – заботиться о его матери. И для меня это как бы вот круто, важно. Был другой апостол, Петр, который своим жизненным примером – это была машина, это камень, это человек, который пер. Он был скоро на слова, где-то что-то, но вот многие, может быть, там с осуждением, как сказать, вот он отрекся три раза там от Христа. Ну, это пример, друзья, это пример для нас. Мы вот, послушайте, служители, я вот в последнее время иногда замечаю, ну зачем я это сделал, зачем я попал в эту ситуацию? Я понимаю, да просто потому, что я вышел из нее благодаря Божьей любви, милости и познаю. То есть, я познал Бога еще и в этой ситуации. И теперь я могу быть полезен другим. Послушайте, Петр нам полезен тем, что он отрекся, но он не исчез, он не повесился, как другой ученик Иисуса Христа. И знаете, вот у меня такое вот откровение и чувство, в принципе, Иуда мог бы продолжить свое служение, если бы он покаялся, если бы он сам сделал выбор. Его критический взгляд на свою жизнь определил его будущее. То есть, он себя не простил, он не дал возможности простить Богу себя. Петр это сделал. Как ему было трудно, как ему было, ну представьте, такая машина, это просто сильный мужчина, который в какой-то момент проявил такую слабость, я уверен, он себя просто ненавидел. Он себя готов был сжечь просто на кресте. Пойти, наверное, был готов за Христа, он об этом и говорил. Но в какой-то момент он все-таки пришел и получил обратную связь с Богом. Когда Господь ему сказал, спаси, он ему сказал до этого, но тем не менее он увидел любовь Иисуса Христа, которая исцелила его сердце и вложила в него силу дальнейшую, с которой он пошел вперед, проповедовать дальше Евангелие Царства Божьего благодати. Аминь. Аллилуйя. Зерно всего этого в том, что, знаете, голос, голос Бога в момент крещения Иисуса Христа Духом Святым, голос Бога. Помните, что Господь сказал? Ты сын мой возлюбленный. Возлюбленный. Аминь. Голос дьявола в пустыне тоже сказал. Ты же сын Божий. Ну, сделай, но преврати. Аллилуйя. Отсутствует у дьявола слово возлюбленный, первое. А второе направлено на действие. Он всегда нас путает тем, что мы должны что-то заслужить, что-то сделать, что-то показать, чтобы людям, чтобы люди увидели и поверили, что-то. Послушайте, возлюбленный, тебя видно, что ты помазанник Божий. Возлюбленный. Любовь Божья, она сама открывает в тебе мир, радость, любовь и плоды Духа. Если ты получаешь это от откровения, если ты действительно искренне жаждешь этого. Аминь. Если ты не поверхностен в христианстве, если ты действительно ревнуешь о плодах, о мире, любви, то Бог, Он же не прячет от тебя информацию. Он же не хочет от тебя утаить. Не, а вот мучайся, ходи по лабиринту, складывай пазлы. Да нет, Он с радостью же это делает. Как только ты приходишь к Нему в молитвенную комнату, начинаешь с Ним делать, Он же с радостью тебя направляет. Или нет? Или не достучишься? Или не дозовешься Его? Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, о зерне. Сын мой возлюбленный. Да Иисусу не нужно было ничего доказывать. Он отвечал Словом Божиим. И наша задача, в принципе, зная Слово Божие, отвечать, мы можем тоже так же Словом Божиим. Аминь. Любовь Отца, она хранила Его и говорила сама за себя. Я хочу подчеркнуть вам, друзья, что так мы же тоже, мы же тоже возлюблены в Иисусе Христе, дети. Аминь. Мы же возлюблены Господу. Мы же во Христе Иисусе. А Он в нас. Аллилуйя. 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Любовь достигла среди нас, послушайте, 1 Иоанна 4, 17. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что в этом мире мы поступаем так, как поступил Он. Он и Иисус. Иисус, мы в Иисусе Христе. Аминь. Как Иисус, так и мы. Аллилуйя. Во Христе. Не без Него. Мы должны понимать, мы одно целое. Он во мне, я в Нем. Он во мне. Дух Святой дышит во мне. Я во Христе. Он увенчан славою Отца. Аминь же. И ты увенчан славою Отца во Христе Иисусе. Мы слава Отца. Дети, возлюбившие другое. То, что предлагает Господь. Отношения с Отцом. Люди, возлюбившие отношения более с Отцом, они в славе Отца. Они благословлены. И я верю. Отец смотрит на тебя, как на Иисуса Христа. Аллилуйя. И преображаемся мы с вами, друзья, не через какие-то доказательства, дела. А через то, что мы взираем на Него. Место Писания есть хорошее. Взираем на Его славу. Да? Откроем последнее на сегодня. 2 Коринфянам 3.18. 2 Коринфянам 3.18. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа. И изменяемся. Послушайте, не делаем что-то, а смотрим и изменяемся. Аллилуйя. Становясь все больше похожими на Него. И Его слава в нас все возрастает. Ведь она исходит от самого Господа. И Он есть Дух. Мы взираем, а Его слава все больше возрастает. На что ты смотришь? На что ты взираешь? Где ты ищешь ответы в своей жизни? Чем больше ты проводишь время с Богом, чем больше ты с Ним советуешься, тем больше Его славы в твоей... Все элементарно. Все просто, на самом деле, как дважды два. Хочешь быть помазанным, хочешь светить, проводи время, слушай. Не делай вид. Послушай, не пытайся делами показать, что ты служитель Божий. Да толку от этого никакого. Многие, кто начинают, бросают. Почему? Потому что начинают не с теми мотивами. Нужно поменять мотивы. Тогда, наверное, будут плоды, будет получаться. Почему я об этом говорю? Потому что, возможно, и я... Да невозможно, начинал с другими мотивами какие-то вещи. Я не получал того результата, который хотел. Я ищу, и я буду искать, и буду продолжать в поиске жить. Всегда. В Христе Иисусе. Потому что, взирая, Его слава увеличивается. Аминь. Аминь. Если ты ничего не понял, о чем вы говорили сегодня, так бывает, особенно, когда ты первый раз приходишь. Запиши себе просто три вещи. Ну, или даже, если ты понял, я думаю, не помешает. Первое – это взирай на Христа. Смотри на Господа. Аминь. Хвались Его любовью к себе. Его, не своей, не пытайся людям показать, что ты такой сильный, помазанный христианин. Я люблю. А, слушай, от твоего «люблю» до отречения петух не пропоет. Как только прижмет, и ничего твоя любовь с этим не сделает, ничего твоя харизма с этим не сделает. А вот Его любовь, она неизменна, она не диаграмма, от настроения твоего не падает. Он как любил, так и любит. Он как сделал, оно так работает. Твоя задача – понять это и не упускать это из своей жизни. Надо любить. Как раз это третье. Осознай, что уже, что все уже во Христе принадлежит кому? Тебе, возлюбленный брат, сестра, церковь. Тебе во Христе это принадлежит. Надо любить. Давайте поднимемся с вами. Ох, я. Тридцать секунд, красавчик. Аллилуйя. Я думал, смогу я так быстро. Я у себя дома просто дольше гораздо пропалю. У меня там нет таких мониторов. Молимся, друзья. Аллилуйя, Отец. Тебе слава. Благодарю тебя, Дух Святой, что ты работаешь с нашими сердцами. Ты не отталкиваешь нас, но привлекаешь нас своей милостью и благодатью, которая обновляется каждый день. Ты создал нам такие условия, от которых может отказаться только не в себе человек. Ты дал такую площадку развития. Я молюсь о том, чтобы мы, размышляя, вникали, Господь, в то, дарованное нам, принимали во всей той полноте, чтобы твоя жертва, она не осталась тщетной для каждого из нас, чтобы то, за что ты заплатил, за нас, жили счастливо, были здоровыми, были счастливыми, были богатыми, были помазанными во имя Иисуса. И это не в следующей жизни, брат мой. Здесь. Он отдал жизнь, чтобы ты здесь уже был таким. Не потом. Аминь. Я верю в это. Будьте благословенны. Аминь. Будьте благословенны. Продолжение следует...